Социальный бизнес может рассчитывать на особую помощь. В регионе стартовал прием заявок на получение статуса социально ориентированного предприятия. Так, в прошлом году 30 проектов получили безвозмездные гранты до 500 тысяч рублей. Среди них и протезно-ортопедическое предприятие «Опора». Полученные средства направят на создание школы реабилитации для людей с ампутированными конечностями. Елена Краснова расскажет обо всем подробнее. Главный компонент протеза, вот это, это приемная гильза. То есть это туда, куда непосредственно определяется культя, то есть то место, где соприкосновение с живым телом. И если она, вот эта приемная гильза, сделана качественно, то человек в современных условиях, в условиях современного протезирования, он не испытывает никаких болей, он не испытывает никаких дискомфортов. Он уже не думает о том, что ему просто нужно дойти из точки А в точку Д, в Б, а он уже начинает использовать протез как обычную ногу. Олег Егоров рассказывает об особенностях строения протеза. Недавно он вместе с командой получил грант, на который планируют открыть школу для реабилитации людей с ампутированными конечностями. Ведь мало поставить протез, нужно еще и научиться на нем ходить. То есть в том, что когда протез выдается, протезист техник, он его настраивает, но выдает. И дальше человек сам пытается как-то научиться по своим каким-то внутренним параметрам, но он не может всегда понять, как правильно. Тем более со стороны видно гораздо лучше. Поэтому будет работать реабилитолог, он будет подсказывать, как важно, чтобы была ровная походка, чтобы не было потом проблем со спиной, потому что перекосы всевозможные. Помогать людям в преодолении возникших в жизни сложности было давней мечтой коллектива предприятия. Этот грант мы потратим исключительно на школу ходьбы. То есть мы приобретем оборудование для школы ходьбы, параллельные брусья, специальную платформу, на которой человек на протезе может учиться подниматься вверх по лестнице, спускаться вниз по лестнице, подниматься, спускаться по пандусу. Преодолевать какие-то препятствия будет оборудование для этого. И также будет беговая дорожка, на которой можно будет учиться человеку ходить на протезе с разной скоростью ходьбы. Поддерживать предприятие, которое помогает решить важные социальные вопросы, остается приоритетной задачей для правительства региона. Разработка новых инструментов для развития таких предпринимателей – одно из направлений стратегии лидерства, обозначенной главой региона Дмитрием Азаровым. Конечно, Самарская область не могла остаться здесь в стороне. Один из приоритетов – это поддержка социальных предпринимателей. Специально для этого были выделены специальные субсидии на поддержку таких предпринимателей, которые ведут свою деятельность в определенных социальных отраслях, либо оказывая помощь специальным группам населения, которым поддержка нужна. То есть это такой бизнес на грани бизнеса и помощи. И в этой части мы сформировали специальную программу, мы подготовили образовательный курс подготовительный, мы провели консультации с предпринимателем, мы помогли им попасть в реестр Минэкономразвития Российской Федерации. Программа поддержки предпринимателей привлекает в социальный бизнес все больше представителей сообщества. Если в 2020 году в реестре состояли всего 23 социальных предпринимателя, то сегодня их уже около 140. Елена Краснова, Александр Туровский, Новости Тольятти.